Игорь Ким Здравствуйте, Игорь Вадимович. Здравствуйте. Качество пассажирских перевозок у нас в Красноярске в последнее время особо пристальное внимание. Обычно такие процессы бывают, как только повышается плата за проезд. У нас плата поднялась в январе. Но с тех пор произошло такое событие, как ЧП Нововилова, когда жители Красноярска стали еще более внимательно смотреть, кто их везет, как их везут. О том, что делать, чтобы везли хорошо, и кому жаловаться, если везут плохо, мы еще обязательно поговорим. Я еще об этом обязательно спрошу. Но к ситуации Нововилова вернемся. Что сейчас за полтора месяца прошло практически? Что сейчас происходит? Кто-то там наказан? Какие проверки проведены? По ситуации Нововилова, соответственно, работают все структуры, которые должны работать, Следственный комитет прокуратуры. Проведена проверка предприятия силами Управления государственного автодорожного надзора при участии представителей Департамента транспорта, органов ГИБДД. Кроме того, проведена проверка всех вообще предприятий, перевозчиков, которые осуществляют пассажирские перевозки на предмет соблюдения договорных условий. Соответственно, выявлен ряд нарушений, причем нарушения выявлялись во многих предприятиях, у многих перевозчиков. Нарушения касались соблюдения режима труда и отдыха водителей и кондукторов работы по безопасности движения. Следствие по данному факту Нововилова еще идет. Водитель находится также последствием, поэтому сейчас разглашать какую-то дополнительную информацию я, наверное, не имею права. Но лично мое мнение о том, что вина водителя есть в этом происшествии, несомненно. Как я уже говорил, нарушен один из незыбленных принципов безопасности дорожного движения. Не вижу, не еду. И водитель должен был остановить автобус, высадить пассажиров и не продолжать движение по этому участку пути. Мы с вами в прошлом интервью разговаривали о том, вы мне рассказывали о том, что обязательно пассажир должен в течение проезда первой остановки рассчитаться, получить билет, как документ, по которому он потом свои права может реализовать. Меня больше интересует, почему я должна заплатить, если я еще не знаю, как меня обслужат. В других сферах услуг мы идем подстригаться, если же мне сделают не то, что мне надо было. Я могу отказаться от платы. В данном случае, мне кажется, что перевозчики в более выгодном положении, поскольку плохо он меня везет, а я ему должна при этом платить. Я могу отказаться вообще от платы? Давайте говорить о том, что специфика транспортной услуги заключается в том, что она производится и потребляется одновременно. То есть, зайдя в автобус, вы уже начали быть потребителем данной транспортной услуги. Соответственно, если вас, как пассажира, что-либо не устраивает, у вас есть какие-то претензии, соответственно, есть телефоны, есть службы, которые разбираются с жалобами пассажиров. Соответственно, при поступлении любой жалобы, любого обращения принимаются все меры, жалоба обрабатывается, передается перевозчику. И идет требование о том, чтобы принять меры к водителю, к индуктору, либо привезти соответствующий внешний вид подвижной состав, если пассажира это не устраивает. Поэтому в настоящее время у пассажира есть широкий спектр возможностей свою претензию высказать. Это и по телефону, который многим известен в городе, и на сайте официальной администрации. И сайт наш Красноярск РФ начал действовать, где также принимаются претензии по пассажирскому транспорту. В том числе мы, многие люди, так сказать, наверное, по старинке еще пишут письменные жалобы, да, и в любом случае, в любом виде, в котором нам жалобы, претензии поступают, мы с ней работаем и принимаем меры. Но это все мои хлопоты. Это мало того, что меня плохо провезли, я еще и потом должна вот похлопотать, написать, позвонить. Я вот прямо сейчас остановку проехала, поняла, что я не могу в этом транспорте ехать. Вот наши притчевые зыцах двойки. Там негде сесть. Там негде сесть. Там сидение в отвратительном состоянии. Я зашла в эту двойку, посмотрела, я не хочу в ней ехать дальше. Вы можете выйти на следующей остановке. И для различных ситуаций вообще надо говорить о том, что есть субъективные и объективные мнения. Вот у нас зачастую встречаются такие жалобы, причем противоположные, когда один пассажир говорит о том, что мне холодно в автобусе, другой говорит, что мне жарко. Поэтому мы разбирались с такими жалобами на конфликтных комиссиях, когда вот почему вот форточка открытая, я хотел, чтобы закрыли, при этом по-другому пассажиру надо, чтобы была форточка открыта. Поэтому любая жалоба, любое обращение должно рассматриваться объективно. И могу сказать о том, что ряд обращений, которые к нам поступают от пассажиров, они не всегда подтверждаются. Это в большей части относится к примеру обращения о нарушении расписания. Условно, что человек звонит, либо пишет и говорит, что я стоял на остановке и не было автобуса. Но сейчас все у нас автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС. Мы проверяем все по системе. И есть ряд случаев, когда жалоба не подтвержалась. Ну, трудно судить, почему человек написал, может быть, проспал, ну, условно, да, может, опоздал на остановку по другим причинам и опоздал на работу и решил написать такую жалобу. Ну, вот есть факты, когда обращения не подтверждаются. Ну, я правильно поняла, в течение первой остановки я могу выйти? Да. Понять, что мне тут плохо, я не поеду дальше. Да, потому что у вас есть право и обязанность, да, есть обязанность действительно пассажира рассчитаться в течение остановки. Но и вы можете также выйти, предъявить претензии кондуктору, сказать, что вас не устраивает поездка в этом данном автобусе. Поэтому вы не желаете в нем продолжать поездку и никакого права в этом случае требовать свою сплату за поездку с кондуктора нет. По поводу системы, вы сказали, ГЛОНАСС, есть еще сейчас такие, по поводу электронных систем, в принципе, есть такие системы в смартфонах, когда человек, очень хорошо работает система, когда человек приходит на остановку, он видит, какой автобус через какую минуту подойдет. Прекрасно работает, все совпадает, при этом у нас существует еще, ну, институт не буду говорить, существуют так называемые кукушки, люди, которые работают на остановке, которые не платят налоги, они уже, ну, лет 15, наверное, работают, да, наверное, 20, которые рассказывают водителю, где его конкурент. В связи с чем водитель начинает менять свою там скорость. А почему у водителей вот нету такой системы, она, я думаю, не так бы дорого обошлась департамент, если бы они все знали, где у него конкурент, где там... Вы знаете, вы предлагаете кукушку на остановке заменить электронной кукушкой, да, наверное, это не совсем правильно, и вообще вот эти системы работы сайта, они основаны на этой системе ГЛОНАСС, которая у нас внедрена в городе, и эту систему поддерживает муниципальное учреждение Краснодарского транс, и сайт для информирования пассажиров, сейчас у нас один из самых популярных сайтов, больше 200 тысяч посещений в день на этот сайт у нас происходит, это говорит о том, что люди интересуются, и в принципе востребована работа этого сайта. Что касается работы кукушки, конечно, явление негативное, сложившееся в 90-е годы, когда, к сожалению, система диспетчерского управления в городе Красноярске на тот момент была разрушена, ну, наверное, до нуля. И получается, как по поговорке, что разрушить легко, а создать заново всегда трудно. И это явление родилось, но сейчас системы, которые электронные действительно существуют, но система диспетчерского управления направлена не для того, чтобы сообщать водителю, где находится конкурент. Водитель должен ориентироваться не на конкурента, а на работу своего маршрута. И сейчас мы работаем, и это уже внедряется, когда водитель на приборе ГЛОНАСС, который находится у него в автобусе, видит впереди идущий автобус своего маршрута, и сзади идущий автобус своего маршрута, чтобы, к примеру, в пробке, когда происходит, либо при какой-то ситуации, можно было интервал держать между автобусами более-менее равномерно. Но ни в коем случае диспетчерская служба, никакая система не должна водителю даже электронно сообщать, где находится конкурент. Это приводит к пресловутым гонкам. Есть уже у водителя свой сленг. Вы, наверное, как потребитель услуг видели, к чему приводит работу кукушки. Либо автобус начинает ехать быстро, либо он начинает стоять на остановках и ехать медленно. На сленге водитель, когда он едет медленно, это называется «бросить якорь». Да, в общем, либо когда он едет быстро, он давит гашетку. Это сленг такой, да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!